Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков аналитики Aron Capital. И с нами сегодня наш коллега, аналитик компании Aron Capital Владислав Воробьев. Владислав, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, всем уважаемые участники! По традиции, доброе утро, добрый день, либо же добрый вечер, в зависимости от вашего часового пояса. Рад вас и приветствия нашей ежедневной аналитики. Мы дожили с вами до пятницы, 23 марта, 11.00. Пятница заканчивается хорошо, неделя тоже завершается замечательно, за исключением мелких шероховатостей, которые в том числе сегодня и обсудим. Но обо всем и по порядку. Как всегда, несколько слов об Aron Capital. Хотелось бы отметить, что Aron Capital является международным брокером с лицензией от Syset под номером 323.17. Также напомню, что каждый из вас может лично в этом убедиться на сайте регулятора. Без проблем можно зайти на сайт и почитать более детальную информацию. Также напоминаю, что работа с Aron Capital – это 100% A-book, то есть все ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке. При этом также обращаю ваше внимание, что методы заключения – STP и Market Execution. Торгуя с нами вас ждет целый ряд преимуществ. Конечно же, это исполнение ордеров только по лучшим ценам, максимально, возможно, узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса. И самое главное в наши дни – это полное отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Также напоминаю, что наша с вами аналитическая информация, которую мы рассматриваем, она по-прежнему носит прогнозный характер, не является рекомендацией купли или продаж финансовых активов, а также отражает исключительно мою точку зрения на текущую рыночную ситуацию, которая может быть в том числе неверной, ошибочной, а может быть и прибыльной. Ну а доходность в прошлом, как вы знаете, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что в работе у нас с вами 30-минутный таймфрейм, то бишь основной интервал графика составляет полчаса. Скользящих средних у нас две штуки, экспоненциальные обе, 12-я и 48-я. Взаимные точки их пересечения продолжают давать нам сигналы на покупку и на продажу. 12-я перескла, 48-ю сверху вниз продажи, снизу вверх покупки. Это у нас дополнительный сигнал, мы на него ориентируемся, но в редких случаях. Основной сигнал по индикаторам – это дивергенции на MACD. Когда они встречаются, мы их ни в коем случае не игнорируем. 12-26-9 параметры данного индикатора, тоже классические. И, собственно говоря, пример дивергенции на вершине рынка в левой части графика, на дне рынка в центральной части графика. Обращаю ваше внимание, напомню, может быть, среди нас сегодня есть новички. При восходящем тренде цена формирует два последно повышающихся максимума, на индикаторе наоборот. И при нисходящем тренде цена формирует два последно понижающихся минимума, а на индикаторе наоборот. Дивергенция, она же расхождение – мощный сигнал к развороту. Дополнительный сигнал, который подает MACD – пересечение нулевой линии. Это слабый достаточно сигнал, поэтому тоже мы на него не обращаем особого внимания, но тоже является классическим сигналом к покупке и продаже. Основной упор мы продолжаем делать на анализ графический. Уровни линии тренда, в том числе и FIBA уровня. FIBA, как всегда, прикладываем на законченные движения и ищем коррекции. 38,2% и 61,8% продолжают быть наиболее вероятными коррекционными уровнями. Не забываем про фигуры, все которые можем найти. Треугольники, кратные вершины и основания, головы и плечи обычные перевернутые, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, кастрюли, они же блюдца и тому подобное. И не забываем про ценовые каналы. Каналы у нас тоже регулярно на графиках попадаются и дают нам прекрасные ориентиры как для входа, так и для выхода из рынка. Ну а теперь давайте более детально посмотрим на новостной фон. Ну, наверное, в сравнении с вчерашней новостью, которая немножечко подкосила курс биткоина, она не такая важная, но тем не менее. Ну, я думаю, все вы знаете, что японский регулятор вынес предупреждение одной из крупнейших бирж финанс на тему того, что биржа работает без лицензии и так далее. Это повлияло, конечно, на курс биткоина. Не увидели мы 9.450, но, друзья, тут, как видите, немножко негатива прибавили новости, но я все же верю в то, что будет позитив. Хотя, как вы понимаете, от веры здесь ничего не зависит. Посмотрим на анализ чуть позже. А что касается запланированного в календаре, сегодня по пятнице, по Канаде, в пятницу в 15.00 выходят розничные продажи за январь месяц. Вот, я не думаю, что будет какое-то особо сильное там или архиогромное движение на канадском долларе, но если вы торгуете канадским долларом, в 15.00 будьте более внимательны и осторожны. Лишним это не будет. Что касается, друзья, нашего торгового набора, он не изменился. Я также напоминаю, что у вас есть возможность на него повлиять. Делаю это в который раз. Вот, если вас интересуют какие-то дополнительные инструменты, пишите о них в чате. Будем включать в наш аналитический обзор и рассматривать то, что вам интересно. А пока что у нас евро, фунт, йена, франк – это валютный рынок, форекс, золото и серебро, соответственно, банковские металлы, доу, S&P, евростоп и никей фондовые индексы, ну а также нефторговой марки Brent и природный газ, куда ж без них, без энергоносителей. Как всегда, в конце два бонуса в виде криптовалют нас ждут. Ну а теперь давайте смотреть на евро-доллар. Не удалось вчера евро-доллару пробить горизонтальный канал. Я, если честно, и вы помните это, можете пересмотреть запись, очень сильно опасался, учитывая то, что было на британском фунте. Поэтому мы договорились, что кто сидит в продажах, остается там с тем же стоп-лоссом, а кто не в рынке, в рынок не лезет. Если вы поступили так, это было абсолютно мудрое решение, то есть, как видите, пробоя все-таки не получилось и рост не состоялся. Вместо этого мы вернулись к границе канала. Логично ожидать достижения нижней границы, но учитывая всю вялую текущуюсь процессов на евро, я сильно сомневаюсь, что это будет сегодня, особенно учитывая то, что пятница. Да, и, собственно говоря, отметка 21.35, та еще старая продажа, которая могла у нас быть, тоже пока что переносится на следующую неделю. Поэтому здесь не стройте лишних иллюзий, что мы быстро выполним эти цели, скорее всего придется подождать и повременить с их достижения. Вот такая вот история с евро-долларом. Ну, ничего не поделаешь, будем ждать, у нас тем более особо выбора-то и нет. Далее, друзья, британский фунт. Что касается британского фунта, этот нехороший человек, не побоюсь этого слова, не добрался до отметки 1.43. Как видите, пробой канала оказался ложным, после чего мы вернулись к границе канала. Если вы открыли покупки, у вас стоп еще не сработал, но в самом случае не должен был. Если вы в рынок не зашли вчера, помните, соотношение стоп от профита уже было не в нашу сторону, тогда все хорошо. Если зашли, значит сидеть, ждать и смотреть, что произойдет. Тут была еще мысль с вот таким восходящим каналом, но я не стал рисовать. С моей точки зрения не хватает одной точки по центру и фигура такая не очень согласованная, поэтому не стал изображать. Пока что это просто как гипотеза. Опять же, сильно сомневаюсь, что в пятницу нас ждут какие-то огромные сильные движения, что мы прям доберемся до 1.43 или может там улетим ниже нижней границы канала. Маловероятно. Но тем не менее, будьте более внимательны и осторожны. Если вы сидите в покупках, еще раз напомню, то выбора нет. Если вчера не зашли, то сегодня лучше и не открываться. По MACD, кстати, продажи и по евро тоже забыл сказать. Здесь по MACD, обратите внимание, покупки. Но здесь вообще все очень быстро меняется. Дивергенции тут не было, поэтому все эти сигналы нам не особо интересны. Далее, друзья. Франк. Франк выполнил цель. Обратите внимание, можно сказать, сегодня добрался, там ближе к ночи. Вот. Все отлично. 94.50. Канал отработали. Поэтому кто все-таки продал, я вас поздравляю с хорошим результатом. И самое главное, что могу рекомендовать, если у вас были продажи, закрывайтесь. Сегодня можем получить хорошенький откат. На франке, даже несмотря на то, что пятница, то есть движение вверх здесь вполне предсказуемо после достижения цели. Также напомню, что здесь не может быть дивергенции, потому что между двумя вот этими точками было пересечение нулевой линии. Цена индекса, индикатор даже выбирался в противоположную зону. Поэтому дивергенции тут нет. Но разворот вполне возможен. Цель выполнена по каналу, и все это прекрасно видят. Поэтому вполне возможно получим фиксацию прибыли, особенно к концу недели, а как следствие движения в обратном направлении. Далее, друзья, иена. Кто по иене дождался, я вас поздравляю. 105.3 мы выполнили. Я уже шутил, что это почти что как частота радиостанции. 105.3 FM. Вот такая вот, собственно говоря, история. И при этом, обратите внимание, занял этот процесс больше недели. Но, тем не менее, так и добрались. Я напомню, что иена – это достаточно нетехничный инструмент. С моей точки зрения, она даже противопоказана начинающим трейдерам. Я сам доллар-иеной в чистом виде торгую очень редко. Считаю ее достаточно непредсказуемой. Ну, можно сказать, нетехничным инструментом. Здесь движения живут своей жизнью. Кстати, если еще хотите увидеть один такой отдельный мир на рынке Форекс, посмотрите кросс-курс евро-иена. Это вообще отдельная песня с припевом, я бы даже сказал. Но это так, просто к слову, кому любопытно, кто еще этот кросс-курс не рассматривал в своей торговле. Просто гляньте, полюбуйтесь, как там все работает. Вот. Что касается иены. Ну, цели выполнены, дальше, как говорится, можем ждать обката и всего чего угодно. Поэтому сегодня в рынок не лезем. Если кто из вас тейк-профит не ставил, вы можете закрыться даже вручную. Я считаю это вполне разумным решением в текущих условиях. По скользящим продолжаются продажи. По МСД тоже что-то похожее на продажи, но дивергенции, понятное дело, тут нет. Ну, а та промежуточная цель, которая была в плане роста, я напомню, мы ее не отработали. Там не хватило буквально 7-8 пунктов. И если кто-то из вас открывал покупки, скорее всего, ничем хорошим это в краткосроке не закончилось. Со вторника на четверг ничего хорошего это не принесло. Далее, друзья, золото. Золото продолжает бить новые рекорды. Я, если честно, вчера очень опасался, что мы получим разворот, но нет. То есть мы просто постояли немножко, обновили минимумы, причем вообще не привязки к каким-то уровням. То есть бог знает где остановились и полетели дальше вверх. Я абсолютно не ожидал такого развития событий. Наоборот, как раз опасался, что мы можем скорректироваться и улететь вниз. Но нет, как видите, по золоту все прекрасно, оно дорожает. При этом обратите внимание, что наша цель 1324.50 давно была выполнена. Если у вас не сработал стоп-лосс и вы покупали, то вы уже давно результатов дождались. Сейчас, конечно, лучше сидеть вне рынка, но на максимумах покупать идея плохая. У меня была мысль с флагом. Я напомню, она была еще вчера. Но сегодня я тоже еще раз внимательно посмотрел и отказался от этой идеи. Все-таки вот эта древка тяжело назвать древком. Я не отрицаю. Вполне возможно, мы выполним тут все цели и увидим там 1350 где-то там ориентир по прибыли. Но я все равно не вижу в этом флага по той простой причине, что фигура очень криво, все косо. Эта древка выглядит просто ужасно. Да и флаг примерно так же. Поэтому я здесь от этой фигуры не отталкивался в прогнозе. Но 1350 вполне очевидный ориентир сейчас. По MACD покупки, по скользящим покупке. Ну, в принципе, можно сказать, везде покупки. Трендовую линию, если нарисуем, тоже, можно сказать, отбились и покупки продолжаются. Далее. Серебро. По серебру все не так радужно, как с золотом. Как видите, максимум мы не обновили. У нас по факту остался только выход из канала и топтание на месте. Сегодня с утра у меня были идеи сначала с треугольником. Потом я пытался изобразить здесь канал горизонтальный. В итоге махнул рукой. Но, опять же, не вписывается здесь ничего так, чтобы красиво нарисовать фигуру. Я отказался от идей. Ну, и опять же, вспоминаем, что сегодня пятница. Торги скоро закрываются. Поэтому открывать здесь какие-то краткосрочные сделки, я считаю, довольно неуместно. Вообще, в рамках нашей ежедневной аналитики пятница хороший день, чтобы подводить все итоги. Но никак не для того, чтобы залазить заново в рынок. Поэтому по серебру у меня сделок нет. Сам, собственно говоря, сижу вне рынка и просто жду. Далее. Доу. Ну, доу, S&P и Евросток. Любимый Евросток. Вот. Здесь картина одинаковая. Мы просто камнем полетели вниз вчера. Вот. Я думаю, вы все это видели. То есть радость по поводу ставки была недолгой. И вот к чему все это привело. Не знаю, можно ли было спрогнозировать это движение или нет. Я подозреваю, что можно, но у меня не получилось. Поэтому, как вы понимаете, не было и продаж. Я не ожидал такого развития событий. Ну, единственное, где была надежда, что все сложится приблизительно так, это на Евростоке. Потому что там сделка открыта. А что касается доу... Ну, была открыта. А что касается доу и S&P, соответственно, ну, особо им большого внимания не уделял после вот этого трехдневного боковика почти что. Как видно, зря. Надо было тоже мониторить. Вот к чему это привело. Что делать сейчас? Я, наверное, вас сильно не обрадую. Но с моей точки зрения, если вы не продали, самое лучшее сидеть вне рынка. А вот если вы продавали, я бы затянул стоп куда-то в безубыток и просто спокойно ждал дальнейшего развития событий. А вдруг мы сегодня так же упадем? Это маловероятно, конечно, но тем не менее. Поэтому я считаю, это правильной тактикой, если вы продажи открыли. Если не открывали, просто смотреть за происходящим. Везде продажи, где только можно. По MACD, по скользящим. Ну, в общем, везде. Далее, друзья, S&P 500. Что касается S&P, та же самая картина. Вышли мы за пределы канала бокового и понеслась. Тоже везде продажи, где только можно. И по MACD, и по скользящим. Ну, графики вообще похожи, как братья-близнецы. Вы видите это. То есть, если бы не знать, где что. Если бы я убрал надписи и вертикальную шкалу, вы бы никогда не догадались, что из этого Dow, что S&P. Я бы тоже не догадался. Тут все в равных правах. А вот такая вот картиночка тоже с S&P. Продажи по скользящим, продажи по MACD. Ну, канал, понятное дело, давно отработал. Почти сразу, в момент пробоя отработал себя. И вот тоже мы полетели вниз. Опять же, особо не мониторил сильно американский фондовый рынок. Ну, судя по всему, следовало бы. Но как спрогнозировать такое падение? Лично я не знаю. Поэтому мне особо жалеть не о чем. Рекомендация та же. Если вы продаете, затягивайте стопы в безубыток. Или даже где-то стопы. И ждите. Ждите, что будет дальше. Если вы вне рынка, самое плохое, что здесь можно сделать, с моей точки зрения, это открыть сделку. Итак, друзья, евростоп. Я вас поздравляю. От 750 до 1500 долларов составила ваша прибыль. И моя тоже. Ну, при депозите, естественно, от 10 тысяч. При этом обращаю ваше внимание, что мы выполнили не только 33,45, но добрались и до ширины канала, приложенной в точку пробоя. Именно здесь, буквально совсем недавно, я и фиксировался в этих краях. То есть я уже вне рынка, сделка у меня закрыта. И я очень рад результату. Вчера я все-таки решил подождать, то есть не закрывал сделку по нижней границе, решил посмотреть, что из этого выйдет. В итоге не ошибся. И мы улетели даже дальше, чем планировали. Сделка очень поучительна с той точки зрения, не то, что мы там прибыль получили или заработали, и заодно проверили, как мы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, восемь торговых дней, то есть почти две недели готовы ждать результата. Но с той точки зрения, что всегда надо ставить стоп по правилам. То есть обратите внимание, когда мы совершали сделку на продажу, я говорил про сигнал, стоп по правилам должен был стоять 34, 55, 50. Ну, туда его поставил я, об этом же сказал и вам. И в результате мы подходили прямо вплотную к стопу. В принципе, я тогда уже со своей сделкой попрощался и ничего хорошего не ждал. Но, как видите, стоп, установленный по правилам, дает свои результаты. Он не сработал, и в итоге мы пришли к цели. Вот такая вот интересная история. Что сейчас? Сейчас у нас есть дивергенция, причем довольно ярко выраженная на MACD. Можно смело ждать отката. И я считаю, что сидеть в продажах, ну, просто себе дороже. Поэтому закрывайте, фиксируйте результат. Это отличный результат, особенно учитывая то, что мы ждали целых восемь торговых дней. Я вас всех поздравляю с прибылью. Едем дальше. Никей. Что касается Никея. Пробой канала, почти тест с обратной стороны и улетели. Опять же, за Никеем тоже особо не наблюдал, поскольку сделать нет, не особо интересен. Но, как видите, падение продолжилось, и мы все ниже, ниже и ниже. Опять же, если кто из вас продал, ну, это вполне можно было сделать. То есть давайте смотреть правде в глаза. Если на Dow и на S&P 500, я даже не представляю, на основе чего вы могли продать, ну, моих познаний для этого недостаточно, то на Никея вы спокойно могли совершить эту сделку и без меня. То есть канал был достаточно широкий, пробой достаточно заметен. Для тех, кто не осознал пробой с первого раза, был тест с обратной стороны, возврат. То есть как бы вариантов для захода в рынок по классическим правилам было как минимум два. Ну и дальше отработка цели. То есть как минимум по каналу. Поэтому, если вы этим воспользовались, у вас есть хороший результат. Это более чем реально. Я этим не воспользовался просто по той причине, что не смотрел. Меня больше интересовал Евросток. Наблюдал внимательно за ним. А если у вас получилось, я за вас очень рад. Сегодня, понятное дело, в пятницу, если вы в продажах, такая же рекомендация, как по Dow и S&P. Затяните стоп куда-то в безубыток и спокойненько себе ждите, что случится. Я подозреваю, что стоп в безубытке выбьет, конечно, и мы получим откат в противоположную сторону, но шанс рынку можно дать. По MACD продажи, кстати, по скользящим продажам. Ну, по каналу были продажи, но уже отработались. Далее, друзья, нефть. Опять же, поздравляю вас с хорошим результатом. Себя, кстати, тоже поздравляю. Спасибо большое нефти. Ее мы тоже поблагодарим за все произошедшее. Ну, давайте еще раз вкратце. Обсуждали мы с вами вариант покупок на пробои канала с целью 67.90, стопом 64.45. Причем сначала я относился к этой идее довольно скептически. Потом, когда мы общаться закончили, я все-таки залез в покупки, поставил стоп и решил посмотреть, что из этого выйдет. Понравился мне пробой, тест с обратной стороны. В общем, решил попытать счастье на движении вверх. В результате, кто ждал ровно цель 67.90, это ваш результат от 850 до 1700 долларов прибыли при депозите от 10 тысяч. Напомню, что первая цифра – это 5% загрузки капитала в рынке, вторая цифра – 10%. Ну, учитывая то, что нефть, CFD-контракт, здесь фиксированного кредитного плеча нет, как вы понимаете. Вот. Кто решил вчера действовать вместе со мной? Ну, сначала переносил стоп вот под этот минимум, потом вот под этот 68.50. Вчера, ближе к обеду, вы его и получили. Соответственно, точно так же его получил я в безубытке. И наш с вами результат, друзья, составил от 1100 до 2200 долларов по нефти, что как бы, ну, вплоть до 22% прибыли к депозиту. Это хороший результат за месяц, но никак не за одну сделку. Но, тем не менее, здесь это было более чем реалистично. Вот такая вот интересная история с нефтью. Вот. Больше мне, в принципе, добавить нечего. Сейчас формируется нечто похожее на треугольник. В рынке находиться ни в коем случае не стоит. Если вы до сих пор покупаете, я рекомендую закрыть все, что есть. Выходные впереди. Насладиться хорошим прибыльным результатом и потратить часть денег в выходные. Ну, на себя любимого, естественно. Вот. С этим вопросом разобрались. По MACD сейчас покупки, по скользящим, ну, то покупке, то продаже. Мы уже начали переплетаться. Все. То есть, как бы, этот рост подошел к концу. Дальше будем мониторить, что произойдет. Газ. Друзья, я вас поздравляю. Хотя, конечно, результат довольно скромный, но пять недель. Пять недель мы с вами в рынке. С 16 февраля. Я думаю, многие уже и забыли, когда была открыта эта сделка. Друзья, пять долгих недель и 300 долларов прибыли. Нет, понятное дело, что с точки зрения заработка это не очень хороший результат. Хотя я не исключаю, что есть профессии, в которых люди зарабатывают 300 долларов за пять недель. Вот. Но для нас с вами понятно, что этот результат, он просто вызывает улыбку и слезы на глаза. Вот. Просто слезы умиления, я бы даже сказал. 2,65. У нас был стоп, перенесенный в безубыток. И обратите внимание, в этот момент, можно сказать, вчера к вечеру, этот стоп сработал. Наконец-то эпопея завершилась. Мы не дождались отметки 2,97. Это печально. Вот. Но мы выполняли ровно 38,2 коррекции. 2,8. Там мы решили не фиксироваться. Если бы фиксировались, заработали бы в два раза больше. Ну, ничего страшного. Опять же, мы... Просто уже здесь был какой-то спортивный интерес. Когда же эта сделка завершится? И вот, друзья, этот знаменательный момент настал. С 16 февраля по 23 марта. Пять долгих недель. Газ полз вверх. И в итоге приполз к нашей небольшой прибыли. Я, если честно, рад, что эта сделка завершилась. Наконец-то мы свежим взглядом глянем на природный газ. И вполне возможно найдем новые сделки, которые будут длиться не 5 недель, ну, хотя бы 10 уже, я надеюсь, как минимум. Хорошо. Двигаемся далее. Наши с вами бонусы. Что касается бонусов. Вот это, наверное, та ложка дегтя, которая вносит в эту пятницу в основном прибыльную. Ну, в бочку меда, наверное, эта ложка дегтя добавляется. Итак, друзья, начнем с эфира. Поздравляю вас с стоп-лоссом. Судя по всему, мы не определились, куда идти. Но и опять же, сначала вчера были слухи по поводу Binance. Сегодня под утро уже официальное заявление японских регуляторов на тему того, что без лицензии нельзя работать. Ай-яй-яй, погрозили пальчиком. Чем это чревато, посмотрим. Будем внимательно следить за новостным фоном. Но, тем не менее, что есть, то есть. То есть вот такие вот штуки, а их никто, конечно, запланировать не может. Это форс-мажор. В результате основные криптовалютные инструменты снизились в цене, и мы опять вернулись в некое подобие боковика. В общем, если вы сейчас вне рынка, оставайтесь там же, в рынок не заходите. Опять же, смотреть на это все можно только с небольшим разочарованием. Но, тем не менее, ничего не поделаешь. Вот такая вот штука в данном случае. Далее, друзья, биткоин. Та же самая история, но в отличие от эфира все не так печально. Да, мы снизились, но все это пока что в рамках коррекции после пробоя канала. До стопа еще далеко, при этом у нас есть все шансы отбиться и пойти дальше выше. Негативная новость вроде уже отгремела. Все, кто хотел, по ней продали. Двумя волнами все это было. Посмотрим, что будет происходить дальше. Ну, волнами я имею в виду не лед, а, конечно, я имел в виду просто вот эти два снижения. То есть две такие волны движения вниз. Посмотрим, остановимся ли мы на достигнутом или нет. Если вы сидите в покупках, ну, вы знали, на что вы шли. 7,695 стоп, 9,450 цель. Выбора особо нет. Плюс, напоминаю, что крипта торгуется и выходные, поэтому как бы торговая неделя не заканчивается. Все только начинается. Вот, и выходные можно воспользоваться. Плохие моменты есть, хотя нет, почему плохие? Нет, это я перегнул палку. Хорошие моменты. Есть дивергенция небольшая на MACD, то есть есть шансы к развороту. По скользящим все еще продажи, а по графике здесь ничего нового. Поэтому можно сказать, что в целом ситуация такая. Ни хорошая, ни плохая, куда-то ближе к нейтральной. Такая вот история с биткоином. Жаль, конечно, что с первого раза мы не выполнили, и от девятки отпрыгнули, и вот эти новости с Binance тоже добавили нам негатива. Но будем надеяться, что все разрулится. Итак, друзья, как всегда, напоминаю, что информация, которую мы с вами рассматриваем, носит по-прежнему исключительно прогнозный характер, не являясь при этом рекомендацией купли или продажи финансовых активов. А доходность в прошлом, вы, думаю, помните и знаете, не гарантирует доходности в будущем. И, друзья, под конец нашей встречи у меня есть для вас целых две новости. Одна хорошая, вторая, наверное, еще лучше. Сейчас поговорим о них. Итак, друзья, первое, что хочется вам рассказать, приглашаю вас на войну трейдеров. Ну, это шутка, конечно, но, тем не менее, конкурс называется именно так. Обратите внимание, что сейчас на экране появится ссылка. Вы можете не переживать, не пытайтесь ее переписать, она достаточно длинная. Вот, я сброшу ее, когда закончим видеопроекцию, я сброшу ее в чат. Каждый из вас сможет перейти и зарегистрироваться. В этой трейдерской войне принимают уже участие более 2600 человек. Зарегистрировались, приглашаю всех вас сделать то же самое и побороться за 1200 долларов реального торгового счета. Это очень интересно. Здесь все достаточно просто. Откройте демпу, торгуете и выигрываете. Все, три простых действия вам нужно сделать, чтобы получить первый приз. Все детали по ссылке, все подробности тоже там, поэтому welcome. Конкурс очень интересный, приглашаю вас поучаствовать. Вот. Второй момент, о котором поговорим. Ну, конечно, сайт Arm Capital. Регистрируйтесь, открывайте свои демо, торговые счета. Здесь тоже все происходит, как обычно. Напомню, что у вас более 90 инструментов в вашем распоряжении. Совсем скоро их станет еще больше, их будут тысячи. Вот. Ну и также напомню, что пока что нет криптовалют, но они обязательно будут. И еще один важный момент, это то, что у нас нет никаких там бонусных средств, депозитов и тому подобных вещей, потому что брокер получает прибыль исключительно на комиссии с каждого вашего торгового лота. И это тоже очень четко прописано в регламенте. В общем, все это на сайте вы найдете. А вторая новость, друзья, заключается в том, об этом я говорил еще вчера, но как-то так получилось, что вчера мы остались в чате без Игоря и вообще без модераторов, поэтому у нас было тут раздолье. Мы занимались всякими разными вещами, запускали терминал, в частности, анализировали разные валютные инструменты. И вчера я об этом сказал, и повторюсь сегодня, в понедельник, друзья, вторник и среду мы с вами, увы, не увидимся. Хотя, может быть, это и к счастью, вы хотя бы отдохнете от меня. Вот. А увидимся мы 29 числа. Это будет четверг в 11.00. Вот такая вот новость, еще лучше, чем первая про конкурс. То, что мы встретимся с вами, получается, через пять, больше, да, через шесть дней, грубо говоря. Вот такая вот штука здесь есть. Поэтому, если есть какие-то животрепещущие вопросы, и вы думаете, что вы не доживете до 29 числа, не задав их мне, пишите о них сейчас, я с радостью отвечу. Ну, а на этом нашу встречу завершаем. И я, как всегда, желаю вам хорошо провести выходные. Пятница – это самое актуальное пожелание. И побольше профитов и поменьше стопов. Спасибо большое, Владислав. Также спасибо за то, что вчера, когда вы остались один в эфире, вы не подняли флаг черного Роджера и не захватили пиратским путем портал Utrade TV. Да, действительно, был сбой у провайдера, минут 20, наверное, мы выясняли. Ну, а провайдер остановил запись, остановил, потом, так сказать, вел модерацию, вот, на себя взял, выяснили, где вопрос. Ну, обычные технические глюки, раз в году они бывают. Так что… У меня была такая мысль, но я даже запись остановить не могу, какой уж там пиратский флаг. Вот, все было связано по рукам и ногам. Я понял вас. Ну, немножко, да, немножко это была шутка, конечно. Контроль в любом СМИ, в любом средстве вещания. Контроль – это дело номер один. Владислав, спасибо вам большое за ваш обзор. Ждем от вас ссылочку конкурса. Да, да. Иван Гурев уточняет, а что там с Binance? Ну, вчера появились слухи, что японский регулятор запрещает деятельность Binance на территории Японии, соответственно. Потом эти слухи были опровергнуты, потом опять подтверждены. И в итоге сегодня с утра уже появилась окончательная новость, что вынесли предупреждение Binance, что нельзя работать без лицензии. Чем это все закончится, пока непонятно. Вот, поэтому следим за развитием событий. На фоне сначала слухов, а потом уже и по факту Биткоин дважды просел. Это если вкратце. Если детальнее, ну, на форумах, я думаю, найдете кучу информации во всех подробностях. Я понял вас. Владислав, в следующей неделе три дня чем вы будете заниматься? Отдыхать или картошку сажать? Сажать картошку. Хорошая, кстати, идея, но для того, чтобы сейчас посадить картошку, мне придется прокопать где-то сантиметров 15 снега, потом прокопать асфальт. И уже после этого можно будет ее посадить. Потому что у нас сейчас, я не знаю, как у вас, у нас где-то минус один, минус два, и снег лежит. То есть такое хорошее 23 марта в Одессе. Такое прекрасное просто. 20 числа было ощущение, что 20 января где-то, а не 20 марта. Я понял. Ой, я вас умоляю, сейчас будет выступать Роман Онегин из Барнаула. Поверьте мне. А, ну да, там до посадки картошки еще пару лет. Пока не растает все. Температура и он нас точно сборит. Ясненько. В общем, отдохнуть вы решили, Владислав? Желаем вам хорошего отдыха. Ну, там, да, есть одно важное дело. Можно сказать, по семейным обстоятельствам. Был такой фильм интересный, я помню. Желаем вам успешно завершить все свои дела. Дай бог, чтобы все прошло хорошо. Спасибо большое. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Да, Игорь, вам также большое спасибо. Всем, друзья, хорошей торговли. Надеюсь, вы справитесь. А уже с четверга мы снова будем вместе и будем торговать и зарабатывать. Куда ж мы денемся. Удачи и до встречи. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok